В Самарской соборной мечети прошел намаз по случаю начала священного месяца Рамадана. Его посетили около 5000 человек. Молитва, звучавшая после захода солнца в стенах мечети, читается только в этот месяц. Во время Рамадана верующие держат особый пост. В этом году Рамадан продлится с 11 марта по 9 апреля. 10 апреля будут праздновать Ураза-Байрам. На этой неделе в Самаре продолжат проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды. Профильные ресурсоснабжающие организации сообщили, в каких домах будут обновлять оборудование на инженерных сетях, чтобы жители при необходимости запаслись водой. Так, во вторник 12 марта в доме номер 3 на улице Победы с 10 утра до 14 часов будут менять пожарный гидрант. В этот период могут отключить воду. В среду 13 марта в доме 92 на улице Аврора с 10.30 до 12.30 проведут ремонт насосных агрегатов, возможно, отключение воды. В этот же день в домах номер 4852 на улице Гагарина с 9 утра до 23.00 будут выполнять работы по обрезке водопроводную линию. В этот период жильцы могут остаться без воды. Список работ может быть скорректирован. В Самарской области толщина льда на Волге в некоторых местах достигает нескольких десятков сантиметров. В то время как на многих участках образовались промоины, и лед активно тает под весенним солнцем. По данным поисково-спасательной службы региона, высота наледи на реке варьируется от 5 до 50 сантиметров. В районе Самары наиболее прочный лед специалисты зафиксировали у Барбошиной поляны до 35 сантиметров у берега. Примерно такой же толщинный лед возле Зеленой рощи. В районе улицы Первомайской от 7 до 20 сантиметров. Вблизи центральной спасательной станции лед стал значительно тоньше – всего 5-8 сантиметров, как и на Фарватере. Такой же тонкий лед на Красной Глинке. Толщина его у берега составляет от 8 до 10 сантиметров, а ближе к Фарватеру – не более 5 сантиметров с промоинами. В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам из-за пожара, в котором погибли женщины и двое детей». Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. В выходные после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в Челновершинском районе Самарской области, было обнаружено тело 61-летней женщины без признаков жизни. Шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. С понедельника 11 марта скоростные поезда между Самарой и Тольятти будут обслуживать состав ЭС-2Г «Ласточка». Как сообщили в СППК, электропоезд будет следовать ежедневно по расписанию, указанному на экране. Готовность России к появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по окончании второй сессии Псикитайского собрания народных представителей, которая проходила в Пекине. Эксперты обсудили риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания – болезни ИКС. На сегодняшний день российские специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования. Акционирует система противодействия инфекциям санитарный щит. Развивается сеть центров ПЦР. Ученые разработали быстрые высокотехнологичные тест-системы.